Готовились к этой игре, сложная игра, несомненно, изучали соперника, готовились. У нас сейчас у команды тоже очень непростой период, сами все знаете, не можем забить давно. Но сегодня, слава богу, Саша Ламон забил два мяча, поэтому довольны результатом. Команда у Калуги хорошая, на установке ребятам говорил, очень крепкая команда. Мы сами это проходили в прошлом году, когда принимали Тулу, прошли Тулу, потом привезли в Тамбов, в Крылья Советов, поэтому, честно говоря, было еще сложнее, чем ФНЛ. Не можно ли спросить про вашего бомбардирования, он первый мяч забил, получается? Да. Как его процесс адаптации? Почему 32 года, но он первый же в российских случаях? Ну, он-то самый русский, с нигерийскими корнями, он по-русски-то разговаривает, наверное, лучше, чем мы здесь все взяты. То, что период у него новый, да, с вами соглашусь, в России он никогда не играл. За границей, ближний, за рубежей Беларусь, как бы, всегда забивал, и достаточно, по статистике, много, вот, но что-то вот никак, никак не складывалось. Но, я думаю, вот эти два мяча, думаю, послужат ему хорошую службу. Ну, дай бог ему так забивать и в чемпионате ФНЛ. Тут сразу могу спросить, как вы встретите в Тамбове Юрия Жиркова? Ну, Юра уже там написал в интервью, что хочу вернуться в Тамбов, может быть, мы его оставим в Тамбове после игры. В первом тайме великолепно играли, забили гол, вот, могли еще забить. Во втором тайме просил, предупреждал ребят начать очень строго, и мы на второй минуте второго тайма пропускаем гол, скажем так. Но это детские ошибки, если честно. Здесь даже комментировать нечего. За игру ребят поблагодарил, но некоторые футболисты, они просто, ну, как бы, не соответствуют команде мастеров.